Так, ну сейчас-то у меня всё получится, сейчас этот гад у меня... Чем ты мне ответишь? Ну, ну, давай, да... Боже, боже, да как это уже задрало, блин, уже двадцатый раз одно и то же, тупая комбинация, блин, разыгрывается, проигрываю, 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 что это за игра вообще, что это за баланс, да пошло оно всё в задницу, блин! Хе-хе-хе, чё, бомбит? Полыхает? Э, чё, думаете, я зря все деньги с зарплаты на карточки спускаю? Спасибо, визардам, за pay to win! Ещё и за отопление платить не надо! Итак, жарко! Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились! Установлены на одном ПК, между ними переключаешься, несложно заметить одну такую небольшую разницу. Если Riot Games очень уважительно относится к игрокам, именно к кошелькам игроков, да, то Magic the Games Arena потихонечку так скатывается в бездну вот условно-донатной помойки, где есть абсолютно всё, что я ненавижу в условно-бесплатных играх. Абсолютно всё! Любой элемент, какой ни возьми! Неадекватные цены, возможность вливать нереальные суммы, не получая за это адекватную отдачу, боевой пропуск, конечно же, который превращает игру в работу, продажа всевозможных всяких петиков, продажа украшательств, продажа лутбоксов. Ну, в данном случае имеется в виду именно, что продажа вот этих наборов с карточками. Да, раньше это тоже было, и раньше я про это говорил, но с этим дополнением скрылась одна ещё и очень интересная особенность. Это дополнение принесло столько вредных карт, именно вредных для геймплея, которые породили огромное количество очень неприятных, очень затянутых, очень таких, знаете, унизительных матчей. Вот мы до того, как записывать этот ролик, я вот Мише объяснял, я не объяснял, я орал. То есть, я просто ему орал, он может подсказать, что у меня была за бомбёжка, каким матом я вообще крыл и разработчиков, и тех, кто играет этими картами, потому что очень неприятно стало играть. Неприятно из-за того, что разработчики в этом дополнении, которое, с одной стороны, очень классное, в нём появилось очень много интересных вещей, например, появились карты Devotion, это преданность, да, то есть преданность какому-то цвету, и эти карты, они реально классно играют. То есть, казалось бы, это создано для того, чтобы возродить у людей веру в моноколоды, одноцветные колоды, и всё хорошо, но при этом они ж насыпали кучу туда заклинаний, при этом они создали такие вот твари, которые возрождаются из кладбища сами по себе. Появилась новая механика Escape, когда существо, которое попадает на кладбище, ты можешь заплатить определённую цену, пожертвовать несколько карт, и оно снова возрождается. Бесконечный цикл. И при этом, да, как я уже сказал, появилось очень много неприятных заклинаний, которые породили очень неприятные архетипы колод, против которых ты играешь и просто руки опускаются, потому что ты знаешь, как они играются. А матчмейкинг в Magic the Gathering настроен так, что тебя постоянно по какой-то нелепой причине бросает не к игрокам твоего ранга, а против определённых архетипов, и поэтому ты начинаешь играть, у тебя, например, колода, которая, ну, предназначена для спокойной такой, достаточной игры, и ты бы рад играть с людьми, которые играют примерно так же. Но нет, контроль, 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 контроль. Предыдущее дополнение, которое вышло, в нём было несколько очень сильных карт, которые ломали на корню всю мету. Мета – это значит именно набор колод, которыми сейчас люди играют, которые демонстрируют лучший показатель невыгрыша и проигрыша. Нагибают. А сейчас эта мета, она поломанная. Вот сейчас она вся ушла в контроль, из-за этого все матчи затянуты. Я не знаю, как они это будут балансировать, какие карты они будут закрывать, но это всё, знаешь, смотришь на это и думаешь, блин, просто неприятно стало. Просто вот это вот до ора иногда доходит. Да, 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 я знаю, ой, иди ты нафиг. Ну вот, что ты сейчас будешь выкладывать? Да, ты сейчас выложишь вот эту синюю землю, потом белую, потом чёрную. Ой, иди ты нафиг, я уже знаю, как будет эта партия развиваться. Действительно. Сейчас вот это будет зачистки, потом вот эти заклинания, потом я буду всё жертвовать. Жопу. Потом начинается ещё какая-нибудь фигня, он лезет тебе в карты, у тебя всё достаёт. Раньше было похоже, но в рамках этого дополнения не столько подарили контрольных карт, что стало просто очень сложно играть людям, которые любят Magic the Gathering за достаточно спокойный темп. И при этом понятно, что в скором времени будет новый банн-лист, потому что есть карты, которые реально слишком круты. Настолько круты, что вокруг одной карты может строиться создание всей колоды. Когда, например, существо, которое получает неуязвимость, когда ты сбрасываешь карту с руки, потом это существо при атаке тянет карту, при этом её сила атаки увеличивается, и, в общем-то, вся колода постоянна в том, что она постоянно что-нибудь тянет. Блин, дурдом какой-то, дурдом просто. И что самое неприятное, дорогие друзья, после этого, после того, как я, в общем-то, отбомбился, после того, как ещё не отбомбился, ещё не до конца отбомбился, ора ещё до сих пор у меня ещё вот здесь, вот это я сейчас говорю более-менее спокойным голосом, а вот здесь вот у меня ора того, что только что было. Потому что 20 игр, это при том, что я играю хорошей колодой, ну, судя по всему. Как ему казалось. Да, как мне казалось. Которая, в принципе, может и должна хорошо, неплохо себя показывать, но когда, блин, из 20 матчей 18 поражений, ты что-то начинаешь подозревать. И при том, что тебя постоянно бросает к одним и тем же противникам, что-то в самой игре поломано. И да, игра как бы себя подталкивает. Слушай, чувак, ты можешь, в принципе, взять, собрать такую же колоду, как у них, и вот это долбитесь там, копайтесь друг друга в картах, да, смотрите, кто кого переконтролит. А если я так не люблю? То есть, они, получается, взяли и уничтожили вот данным дополнением вот кучу-кучу-кучу-кучу других более, скажем так, живых, более динамичных архетипов. То есть, я понимаю, что предыдущее дополнение породило огромное количество агроколод, которые быстро атакуют, быстро. То есть, там где-то первый, второй, третий, четвертый ход, тебя уже вынесли. Тогда карты, которые стоят дороже пяти, в принципе, не имело смысла брать в колоду, потому что ты просто не доживал до этого времени. Вот, тебя убивали до этого. И они решили так, 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 нужно с этими агроколодами что-то делать. Сделали, молодцы. Баланс на кончиках пальцев, действительно. Вот, и после этого, да, я так начал грустить, смотреть. Я купил за 50 долларов набор, да, из... Что? Да-да-да-да-да-да. Вот. То есть, это ни в коем случае не то видео, когда, знаете, как вот эти вот лидеры мнений, которые находятся на кармане у компании Wizards of the Coast, да, которые сидят, играют радостно, им весело. Нет, то есть, за свои деньги ты идёшь, покупаешь бустеры, хорошо. Купил, всрат этот боевой пропуск, стал рабом системы, потому что боевой пропуск – это любимая игра, поэтому, в которой ты проводишь постоянно время, поэтому, окей, тебе постоянно будут даваться ещё бесплатные бустеры в процессе игры. Вот, хорошо, вроде бы, ну, и плюс ещё куча всяких ништяков насыпают. Но когда ты оказался перед фактом, что тебе неприятно играть, просто вот неприятно играть, я не хочу играть против вот таких вот колод, я не хочу их видеть, мне неприятны вот такие условия победы, мне неприятны вот подобные архетипы, которые родились в результате этого дополнения. Но я уже раб системы, я не могу выйти. Иначе получается, что все деньги, которые были потрачены, были потрачены зря. Представьте себе. Классный элемент, кстати, психологический, манипуляция. Так это идеальный элемент. И почему я его сейчас вот откровенно ненавижу, и почему я его откровенно критикую в любой игре, в которой появляется боевой пропуск, нахер, сразу. После всей этой серии проигрышей, после всего вот этого разочарования, общего разочарования с сезоном, где стоит учитывать, что это накладывается на рамки всего сезона, я понял, что это сезон не для меня, что он мне не понравится. То есть вот эти вот деньги, которые были потрачены, были потрачены впустую. И при том, если я хочу каким-то образом их компенсировать, то мне придется вот дальше продолжать играть, выполнять эти дейлики. 15 побед в неделю обязательно. Да, попробуй победи вот теперь, если ты не хочешь играть так, как тебе навязывают. Вот этими именно комбинациями цветов. И после этого я заглянул в Legends of Runeterra. Да, стартовала открытая бета. Это ни в коем случае. Еще раз, этот канал, на котором нет рекламы от игровых кампаний, на котором нет никаких вот именно вливаний, никаких именно что влияния. Ни Riot Games, ни Wizards of the Coast, ничего. Поэтому я просто сравниваю две игры, именно как человек, который увлекается коллекционными карточными играми. И вот когда я зашел в Legends of Runeterra и начал знакомиться с их системой монетизации, я офигел. Я офигел. Потому что вот мы имеем Headstone, мы имеем Magic the Gathering Arena. Вот эти вот две самые популярные сейчас коллекционные карточные игры. И все они вот именно стараются по максимуму выдать игроков. Headstone еще в меньшей степени. Еще в меньшей степени. То есть Blizzard тут еще красавчики на самом деле. А у них боевого пропуска нет? У них нет боевого пропуска. Просто есть обновления. У них есть даже сингловые какие-то компании, которые, да, ты можешь покупать, но тем не менее, когда ты хочешь играть, да, ты можешь там распылять карты, получать какие-то новые. Но главное, что у них нет боевого пропуска. Нет такого ощущения, что ты опоздал. Что ты просто так потратил свои деньги. Какая неожиданность. Деньги всегда надо тратить это с умом, чтобы потом это по полной воспользоваться. Не, ну в данном случае... Блин, ты же хорошо пожрать даже в Минске можно. На двоих причем. Без бухла, правда. Да-да-да, пожрать, сказал он. Человек, который выглядит как человек, который иногда крошку со стола смахивает и живет на этом неделе. Вот. И чем меня привлекла Legends of Runeterra? Во-первых, это игра, которая не лезет тебе в карман. Я... Пока. Пока не лезет. Но это было официальное заявление от разработчиков, что они будут продавать только так называемые вайлдкарты. То есть, карты, которые можно превратить в любую другую по твоему желанию. Притом, ты можешь купить этих вайлдкарт в неделю только ограниченное количество. Я посчитал, если ты вот хочешь, то ты максимум в неделю можешь потратить 15 долларов. Это максимум, что ты можешь потратить. А ты знаешь, кстати, почему это, скорее всего? Ну, Riot Games, как известно, же принадлежит китайскому медиа-конгломерату Tencent. А в Китае с недавних пор пытаются ввозить ограничения на расходы в мобильных играх. А Legends of Runeterra в том числе заявлено на мобильные устройства для iOS и Android. И, соответственно, вот этот вот элемент, это, что называется, заранее подготовленная система с учетом вот этих вот китайских законов. Ну, я полагаю. И после этого я так посмотрел, то есть, я могу покупать только конкретные нужные мне карты. Никаких бустеров, да? А все остальное ты зарабатываешь в процессе игры, выполняя, опять же, вот эти дейлики. Но дейлики, за дейлики тебе не дают вот именно сразу прям награды. Такая шкала твоего опыта идет. И ты постепенно-постепенно открываешь то, что тебе, ну, какие-то сюрпризики, да? То есть, в процессе игры ты больше получаешь, чем ты можешь купить, что интересно. Ну, вот. И при этом это не боевой пропуск. Это нет ограничения по времени. То есть, ты можешь спокойно сидеть, играть, можешь через неделю зайти, можешь через две недели, да? Можешь забыть на месяц, потом вернуться. Все замечательно. Вот. И при этом ты можешь сразу купить то, что тебе нужно. Без всяких вот этих вот копаний в бустерах, без составления какой-то дурацкой коллекции, которая на 95% состоит из мусора. И тут я вспомнил про другую игру, которая пыталась такую же примерную систему монетизации привнести в мир коллекционных карточных игр. Кстати, по случайному совпадению я на нее потратил тоже 70 долларов. Гейб. Габен, верни деньги. Артефакт. Да, артефакт. Только Гейб, ну, именно компания Valve, когда задумывался артефакт, когда задумывалась система монетизации, они решили привязать все это к рынку, к динамически меняющимся ценам. Да, то есть, когда пользователи могут эти карточки продавать друг другу, и таким образом сам рынок формирует цены на отдельные карты. Это, именно эта система из-за этого прогорела, в общем-то, концепция артефакта. Ну, из-за того, что игру покупать надо было. Игру, во-первых, игру надо было покупать, во-вторых, не было наград в принципе, на первых порах потом они попытались что-то добавить, наград в принципе за игру. То есть, ты мог получать карточки, только их покупая. Это идиотизм на самом деле. Особенно, когда рядом вот примеры другие лежат, да, которые вот как бы к тебе относятся как к человеку. Ну, и здесь тремя столами тоже не всем понятно было. То есть, там были вопросы. Механика была интересная. Находились люди, которым игра заходила. Даже сейчас там три человека, наверное, в Стиме играют. Друг с другом. Карточками меняется, да, такой клуб поинтересам. Да, 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 да. Здравствуйте, я играю в артефакт. И компания Valve на это забила. Но это был максимально, скажем так, честный способ экономики в коллекционных карточных играх, приближенный к тому, что есть на данный момент в МТГ, ну, настольной версии. Когда ты вот купил карточку, можешь ей поменяться, можешь её продать кому-нибудь, за вырученные деньги купить то, что тебе нужно. То есть, такой вот серый рыночек, который вполне себе существует. Вот некоторые люди старые выпуски продают через eBay за какие-то бешеные суммы. Да, все мы знаем про вот эту легендарную карту Черный Лотос из ранних изданий, которые стоят там десятки тысяч долларов. Ну, с покемоном. Коллекционеры там отрывают. Да, 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 да. То есть, ну, это коллекционная игра, соответственно, фанаты находятся, да. Они тем самым сделали её, скажем так, ну, как это сказать, да, акционерные торги. Когда, если люди видят, что компания начинает сыпаться, а все начинают быстро избавляться от акций. И вот как только люди увидели, что популярность артефакта вдруг просела, они такие ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот, за одними подтянулись другие и пум, игра просто схлопнулась. Вот, Legends of Runeterra лишена этого недостатка. В ней ты можешь купить конкретную карту, но ты её не можешь никому сдать. Ну, вот, что на самом деле является, пожалуй, идеальным вариантом. И вот я посмотрел, окей, то есть, что я могу в принципе купить в Legends of Runeterra. Я могу купить себе PETA, который будет танцевать в уголке экрана, чисто украшение. Я могу купить себе доску, половину, точнее, доски, для того, чтобы показать, я задонатил, да я крутой. Ну, вот, на всё это у меня уйдёт, ну, долларов где-то 15, может быть, от силы 20, да. И плюс к этому 15 долларов в неделю – это то, что я могу. То есть, это вот максимум того, то есть, PET, доска, это, что называется, ты купил и всё. И потом у тебя ты можешь ещё задонатить, да, покупая эти карточки. А как я могу тратить деньги в Magic the Gathering Arena? И вот тут просто мозг взрывается. Игра находится ещё в очень дырявом состоянии с технической точки зрения. Очень много багов. Неожиданные тормоза на мощной системе, которые могут возникать не пойми из-за чего, да. У меня один матч, просто кнопка не нажималась, просто не нажималась кнопка. Просто задонатил. Когда я на неё курсор наводил, она превращалась в курсор для Windows, да, то есть, как будто через это окно ещё какое-то другое пробивалось. Не пойми, из-за чего это было, нужно было перезагрузить систему. Так это игре, которую уже сколько? Два года почти. Ну, вот, это два года в состоянии беты. Да, они добавляют, это всё красиво, всё классно сделано, но при этом за 20 долларов я здесь могу купить только PET, который будет танцевать в уголке экрана. Ну, там же PET ещё есть в боевом пропуске. Да, плюс за 20 долларов я могу купить боевой пропуск с PET, да, и там типа куча всяких ништяков, но при этом я автоматически становлюсь рабом системы. В общем, дети, не становитесь рабом системы. Что ещё я могу купить за 20 долларов? 15 бустеров, 15 бустеров. Игру нормальную можно купить за 20 долларов. Да, 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 да. Ну, понимаешь, когда ты посаживаешься на подобную механику, ну, а я являюсь поклонником коллекционных карточных игр, мне хочется чего-то подобного, да. И вот здесь вот, к сожалению, когда ты смотришь, насколько одни разработчики, да, уважительно относятся к игрокам и насколько пренебрежительно другие, то есть, которые берут и на, в принципе, очень хорошую игру навешивают всё, что только можно, чтобы вытягивать деньги. А потом я начал вспоминать, так, а какую компанию мы ещё недавно критиковали за странные решения? Да, 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 тот же самый Wizards of the Coast, которые продали бренд Magic китайцам, ну, в смысле Perfect World, да, и сейчас они делают Magic Legends, вот эту вот игру в стиле Диабло, да, в которой тоже будут вот эти вот выбивай, слышь, апгрейс карточки, покупай ускорители прокачки. Условно бесплатные. Условно бесплатные, да, действительно. То есть, я смотрю, ребята, которые изначально позиционировались как очень такая вот лояльная геймерам, именно как хардкорным геймерам, да, вот сейчас они пытаются зарабатывать конкретно на казуалах и им плевать. Им плевать на всё остальное. Ну, они вошли в режим дойки, то есть у любой компании есть такой, ну, по крайней мере, у многих компаний есть такой период, когда вначале они пытаются быть нормальными, пытаются делать всё вроде бы по уму, вроде хорошо стартуют, набирают аудиторию, набирают лояльную фан-базу, потом начинают подключать инфлюенсеров, чтобы они пиарили их проект, а потом, да, начинается режим дойки. Максимальная монетизация, максимальные манипулятивные методы по выкачиванию дополнительного бабла, проекты, которые деланы за 2 копейки, в надежде заработать 5-10, нормально, всё хорошо. На этом фоне, знаешь, переход Torchlight Frontiers в премиальный сегмент даже странно выглядит. Вот, но я так понимаю, Perfect Word поняла, что одного условно бесплатного убогого дьеблой да им хватит, пусть будет один нормальный. На этом фоне очень занимательно смотрится письмо, которое мне свалилось в почту от компании, которая гордится тем, что она теперь работает с Wizards of the Coast и через неё будет осуществляться работа с лидерами мнений. То есть, лидеры мнений, блин, я из этого письма услышал эту формулировку, лидеры мнений, вот эти блогеры, вот эти стримеры, которые сидят на кармане у компании, которые получают свои проценты, да, лидеры бляха мнений, эти люди, которые, вот ты открываешь его профиль в этом самом, в Magic, да, у него там всё, столько карт, столько валюты нерасходованной, то есть, я не знаю, сколько ему туда вливается, в принципе, для того, чтобы он дальше играл, чтобы он показывал, как это всё круто, как это красиво, да, слышь задонать вот на этого красивенького пета, а как у тебя, у тебя карточки не такие красивые, вот как у него, ну, это вообще стыд, позор. Вон, кстати, в нашем магазине можно купить новое оформление, они такие трёхмерненькие, такие красивенькие, всё замечательно. Десять баксов. Вот. И отдельная компания работает с лидерами мнений, чтобы те проталкивали Magic и не отвлекались больше ни на какие другие продукты. Ну, так вот этот режим начинается, да? Так поступают все остальные, но проблема в том, что Magic это не было никогда вот именно настолько нахраписто, вот такого вот, знаете, маркетинга, когда ты смотришь и думаешь, блин, ну, ребята, вы чё творите? Это была уникальная игра, это игра с 25-летней, больше, чем с 25-летней истории. Это игра, у которой сформировалось очень лояльное сообщество, а вот сейчас, когда они выкатили очень крутую адаптацию настольной версии, они её превращают, пытаются превратить в какую-то убогую попсу. Убогую попсу, до которой, до которой, внимание, не смогли догадаться даже те самые жадные компании, которые ныне существуют на игровом рынке. Blizzard до такой монетизации не догадалась. Riot Games до такого, в принципе, вот смотришь на это, вот две игры, да, Riot Games одна из самых богатейших компаний в игровой индустрии. Им в голову это не пришло. Пока. 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 Будем надеяться, что и дальше не придёт. Ничего, валюта пойдёт, придёт сразу. Да. В целом, то есть, получается, если не будет какого-то в скором времени бан-листа со стороны Wizard, да, если они не забанят ряд карт, которые создали вот эти самые тупорылые архетипы, то есть, мне придётся сезон пропустить. То есть, в качестве заключения. Нет, нет. Я просто говорю о том, что и следующий сезон, это уже тоже, то есть, буду очень внимательно смотреть, стоит ли вообще в этом бардаке участвовать, потому что всё это скатывается в какое-то дно днищенское, к сожалению. Очень жаль, потому что, вот почему такие вот яркие эмоции, почему вот именно настолько большое негодование, дело в том, что я фанат этой игры. Просто. То есть, каждый день люди, которые, наверное, там подписаны на наш Дискорд, вот, они могут смотреть. То есть, я каждый день по несколько часов сижу, там карточки, тадым-тадым-тадым, и мне неприятно видеть, в какое дно превращается моя любимая игра. Благодаря тому, что пришли эффективные менеджеры и начали продвигать свои офигенные, классные, чумовые идеи. Ну, так появился набор фанатов МТГ в благосфере. Сейчас их монетизируют, через них игру начали продвигать в более широкие массы, чтобы они рекламировали. Попутно, активно монетизируют, всё хорошо, посмотрим, скатится или нет, посмотрим, высоко ли взлетит рунтера, чтобы быть серьёзным. В этой ситуации я на стороне тех, кто уважает свою аудиторию. Просто. То есть, если я вижу, что компания перестаёт уважать свою аудиторию, до свидания. До свидания, 70 баксов или сколько-то там потратится. Абсолютно. Немаленькая сумма. Хорошо, что я их вычил из твоей зарплаты. Можно хорошо похавать на такие деньги. Ладно, дорогие друзья. На этом всё. Большое спасибо за внимание. Да, такое мнение получилось. Возможно, неоднозначно. Возможно, фанаты бэджика такие. Ай, да ты просто играть не умеешь. Нет, умею играть. Проблема в том, что в данной ситуации мне очень сильно не нравится. И если вы посмотрите, против кого нынче приходится играть и как они играют. Возможно, у вас именно такая колода. Контрольная. Вы радуетесь. Нет, мне не нравится. Мне хочется иметь какие-то шансы против подобных колод. А здесь без шансов. Да, без шансов. На, на, на. Помби. Да, да, да. Пожертвуй своё существо. Уничтожай всё. Сейчас кастуй заклинание и тебе снось. Вот, да. Сколько раз мы были этому свидетели. А я вчера там дома на своей контрольной контроле. Бэм, бэм, бэм. Офигеть. Офигеть. Да. Такие дела. Если вам данное видео понравилось, можете поддержать его лайком. Если хотите, можете подписаться на канал. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании. Там мы насыпаем ежедневно кучу новостей. Ну и в целом, если вы хотите дальше, ну, не подобного формата, а в целом информационные выпуски о том, что творится в игровой индустрии, пусть даже эти жанры вам не близки, пожалуйста, можете пройти нам на Патреон. Мы вам за это скажем огромнейшее спасибо. Пока. Пока. Раз, два, три. Блин, Миша, что? Чего ты улыбаешься? У нас главная задача не доносить до людей правду. В отличие от... Как тебя какие-то школьники в интернете нагибали? Так это составляющая, несомненная составляющая игрового процесса мультиплеерного. Ты в мультиплееры не играешь, потому что боишься, потому что ссышь, блин. Потому что конкуренцию не выносишь. Нет, потому что мне это не интересно. А я, да, конечно, тебе, да, конечно, никак это может быть неинтересно. Унылые сингловые вот эти дрочильни, ему интересны, а соревновательный мультиплеер ему неинтересен. Конечно, рассказывай. Как там твой путь в последнее... Одного единственного психотипа, блин. Когда сидишь вот это в квартирке напротив сейкера. Да, ну, фраза, я сосал, меня имели дважды, хорошо описывает твои последние игры в МТГ, поэтому все нормально. Ну, а что поделать? И главное, что это ж не моя вина. Понимаешь, самое печальное, что это не моя вина. Конечно, это вина тех, кто тебя на колени пошла. Это все система. И школьники, которые пользуются исключительно вот именно дарованными имбоколодами. Да. И компания Wizards, которая прогнулась. Ну, не прогнулась, господи, о чем мы говорим? Компания Wizards, господи, после того, что они сделали с Magic в плане Legends, это вообще позор. Да, короче, три врага Виталика. Система, школьники и... И Epic Games. И Epic Games. Кстати, Magic the Gathering Epic Games. Вот с этого все и началось, понимаешь, зараза. Галенкинская, вот она вот распространяет свои флюиды. Как заставить их донатить еще больше? Что она сделает, чтобы поджимать спиртокин? Списки на день. Сделать Виталику жизнь хуже. Он встает, просыпается, смотрит, отлично. Что там? Да, видос вышел на канале, отлично, значит, жизнь удалась. Magic the Gathering, давайте. Как еще потроллить этих товарищей. Да, да, да. Да, 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 конечно. Раз, два, три.